Территории с общим историческим наследием будут развивать вместе. Туристический кластер «Саранск-Темников-Санаксарь» стал частью уже действующего проекта «Арзамас-Дивеева-Саров». Слияние состоялось в конце января после подписания соглашения между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Артёмом Сдуновым. Мы понимаем прекрасно, что это выгодно и Нижегородской области, и самому кластеру, как институту развития. Почему? Потому что за счет включения таких замечательных исторических объектов, которые есть на территории Мордовии, мы увеличим туристический поток и возможности кластера тоже возрастут. Естественно, это выгодно и для республики. Власти регионов рассчитывают увеличить число туристов за счет разработки совместных маршрутов. Одна из главных задач – втрое сократить расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря в Темниковском районе. Наша задача – создать комфортные условия и увеличить туристический поток. Если сейчас там насчитывают где-то, может быть, 500 тысяч, 600 тысяч, оно должно быть несколько миллионов. Мы должны над этим работать. Это большой труд. Поэтому, конечно же, надо уменьшить расстояние доставки туристов от Дивеева до Санаксарского монастыря. Для этого можно сделать до 50 километров, сделать дорогу. Это понятная работа. В рамках проектов проложат новые дороги, улучшат коммунальную инфраструктуру, благоустроят и восстановят городские объекты. В том числе в Сарове в этом году запланировали расчистку реки Сатис и начало строительства Центра культурного развития. На проекты кластера планируют потратить около 10 миллиардов рублей с федерального бюджета. Вопрос, который волнует наших жителей – ждать ли наплыва гостей из других городов. По словам главы Темниковского района, потоки туристов через Мордовский заповедник и Саров проходить не будут. Последний вариант дороги – это через Старый город. Это в обход Сарова по левой стороне реки Мокши. То есть, если смотреть по течению, там нет заповедных земель, там нет болотистых земель. В общем-то, в принципе, там когда-то была дорога. Таким образом у нас получается закольцовка вокруг еще Сарова. То есть, Саров можно будет по кольцу объехать, значит, и для развития Сарова тоже хорошо. Сотрудничество Темникова и Сарова с годами становится еще теснее. Поездки на работу или на дачу для жителей туда и обратно стали привычным делом. Осталось укрепить туристические связи. Старейший район Мордовии имеет значительный потенциал для развития религиозного, культурно-познавательного и экологического направлений. Жителей Сарова я приглашаю приезжать почаще в Темников. Дороги мы сделали хорошие, европейского типа. Теперь дорога и в Темников хорошая, и в Темниковский заповедник хороший. Там была плохая дорога, вот-вот ее, вот-вот сделали. Кстати, сделали организации Сарова. Развитие кластеров будет полезным не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут расширить рабочие места, улучшить городские условия и получить поддержку своего бизнеса. До конца года в Мордовии должны будут подготовить проектно-сметную документацию по кластеру. Первые результаты, по словам Сергея Кизима, можно будет увидеть к 2022-2023 году. Дарья Козина, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.